Практически на каждой сессии районного совета в повестку включаются вопросы, связанные с мерами социальной поддержки населения. На этот раз депутаты проголосовали за выделение дополнительной компенсации на приобретение специальных продуктов с низким содержанием белка для нуждающихся в особом питании детей-инвалидов. Также в ходе заседания совет признал проблемным объектом строительства 4-й корпус 3-й очереди жилого комплекса «Западные ворота столицы». Корпус первый у нас сдан в этом жилом комплексе. Корпус 2 и 3 был проблемным, но мы эти проблемы решили вместе с вами с привлечением группы компании «ПИК». И сейчас у нас остался один корпус 4. На корпус 4 группа компании тоже привлечена, вышла, но выяснились обстоятельства. На данный момент мы заключили договор и проводим экспертизу по этому корпусу. Администрация муниципалитета предлагает все усилия для того, чтобы еще одним проблемным строительным объектом на территории района стало меньше. Нам нужно четко составить реестр тех обманутых дольщиков, которые в корпусе 4 останутся, чтобы не было задвоения и каких-то потом противоречий, когда мы корпус достроим. Экспертиза действительно идет. Мы взяли эту нагрузку на себя, на Одинцовский район. И если, возможно, будет достраивать, то группа компании «ПИК» достроит этот корпус. Если нет, будут сносить и строить новое. Также на сессии совет утвердил кандидатуру нового заместителя руководителя районной администрации. Роману Васильеву предстоит курировать вопросы культуры, туризма и молодежной политики. Два высших образования и большой предыдущий профильный опыт работы Романа Михайловича произвели на депутатов хорошее впечатление. Его кандидатура была принята единогласно.